Друзья, я вас приветствую на канале Сложно Просто. Меня зовут Сергей. Сегодня я начинаю новую серию видеороликов, посвященных платформе MyUI. Я буду делать простейшее приложение, которое называется «Вопросы и ответы». Суть сводится к тому, что есть вопрос, есть несколько, ну, 4 в частности варианта ответа, и нужно как-то базу данных дотянуть на вот это MyUI приложение. В общем-то и в целом вас приглашаю подписаться на канал, чтобы вы не пропустили все самое интересное. Ну и давайте начинать. Что бы хотел сказать о начале. У меня есть некоторая база данных, она на Postgres, она содержит вот такие вот вопросы с вариантами ответов, есть какая-то там сложность для этих вопросов, и, собственно, этих вопросов порядка 47 сотен, они лежат в базе, и, соответственно, эту базу хотелось бы натянуть на какое-нибудь MyUI приложение. Опять же, все очень просто, никакого такого там наворотов нету, главное изучить саму технологию. То есть, опять же, у меня нет задачи написать проект, я хочу просто познакомиться с самой технологией, чтобы посмотреть, как это все работает, особенно после того, как вышло несколько версий, ну и вот последняя версия в 8, в 8.net фреймворке. На самом деле, было бы неплохо просто изучить эту технологию. Ну и, в общем, написать это приложение, есть несколько вариантов. Первый, это простой, создать серию видеороликов, создание приложений на MyUI. Собственно, есть и более расширенный способ, так называемый, и в него входит уже создание самого приложения на MyUI, и, соответственно, создание API. БКН, собственно говоря, для этого MyUI приложение. В общем, так, это другое, это экспертное, это для индивидуального, это мы забудем. Вот, и что говорить про дизайн? Ну, это будет два различных приложения, веб API, как вы видите, куис, например, API. Ну, и некоторое количество методов придется для него создать. Я это могу делать за кадром по выходным от создания самого приложения и видео. Ну, и второе приложение, это на мобильном, как бы, фреймворке, MyUI, где будут вот такие вот примерно разметки. Опять же, это все может в процессе разработки там измениться. Ну, и там, первый вопрос появился, красным отмечено это то, что будет показано, если выбран неправильный ответ, вариант ответа. Ну, и зеленым покажется, если вы выбрали правильный ответ, и, по идее, предполагается, что будет задан следующий вопрос, и история повторяется. Ну, а для Windows, опять же, для UI это будет выглядеть, ну, один в один, кубу говоря, просто пошире. И, также, при неправильном ответе будет красный бэкграунд, и при правильном ответе, соответственно, зеленый, где вы, собственно, можно уже будет после этого сразу получить новый вопрос. И, в общем, такая бесконечная, пока 4700 этих вот ответов там с лишних, пока вы все не проскочите, причем они будут в случайном порядке, то есть игра бесконечная, вот такой вот. Ну, и от вас, собственно говоря, я жду предложения, комментарии, вопросы и так далее. На страничке вот это вот, в комментариях, пожалуйста, пишите. Страничка станет доступна после публикации видео сразу. Пишите, какие варианты решения, видите, какие возможности по подработке, вот, предложенного вам на функционал, а может быть, какой-то функционал добавить, может быть, UI как-то изменить, может быть, еще как-то. А вот пишите, пожалуйста, задавайте вопросы, комментируйте, но мне, на самом деле, это важно, чтобы создать более понятное, может быть, более сложное или более простое. В общем, от того, что вы напишите, будет зависеть, как сложится создание вот этого вот видеоматериала, вот этого плейлиста с изучением Майор. Я, наверное, с вами на этом попрощаюсь, чтобы не затягивали, вам всего доброго, жду ваших комментариев, предложений, вопросов и советов. Пишите прямый код. Продолжение следует...